Порохом пропахнувшие строки. Литературный вечер под таким названием прошел в творческом объединении классика. Встреча посвящена сразу двум памятным датам. Годовщине со дня окончания Ржевско-Вязинской операции в 42-м году и 95-летию со дня рождения Ивановского поэта Владимира Жукова. Основная цель показать молодежи переживания, показать молодежи старания поэтов, то, как они через поэзию передавали ту эпоху, свои эмоции, да, и пытались донести до читателей, до зрителей, да, если там какие-то были сценировки этих произведений. На мероприятие из Саратова приехала дочь Владимира Семеновича. Она рассказала о жизни отца. Оказалось, что будучи раненым еще во время финской кампании, Владимир Семенович не смог оставаться в стороне от той угрозы, которая нависла над страной, и в звании командира пулеметного взвода прошел всю войну. Это не могло не отразиться на творчестве поэта. Многие стихи посвящены его товарищам, боевым товарищам, его командиру батальона Староверову, капитану Староверову, его командиров взводов. Очень много стихов, которые были положены на песню, посвящены, например, Георгию Константиновичу Жукову, его великому однофамильцу, собственно, с которым он тоже поддерживал связь, и определенная переписка там велась. Муж Ирины Владимировны, трое ее сыновей, все выбрали военную стезю, пойдя по стопам дедов, в связи с чем их семье было присвоено звание «Семья России». Эту награду нам вручали в Кремле. Три сына, муж, отец или отцы и деды. Вот такая династия была вручена, этот лавриатский диплом в номинации «Семейная традиция, династия семейная». Помимо стихов Владимира Жукова на литературном вечере коснулись творчества и других ивановских поэтов-фронтовиков. Ребята, читавшие стихи о подвиге своих дедов и прадедов, попытались как можно ярче передать атмосферу военного времени, унесшего жизни миллионов солдат.